Нарушителей ждет новая мера пресечения. Пробел в уголовном законодательстве наконец устранен. Теперь суд имеет право не только назначать заключение под стражу или домашний арест, но и накладывать запрет на совершение определенных действий. Так, например, подозреваемому или обвиняемому может быть запрещен выход из дома в определенное время или посещение массовых мероприятий. Но самое важное, теперь суд имеет право запрещать нарушителю закона управления транспортным средством. В предыдущей редакции такая возможность не предусматривалась. Например, попавший в пьяное ДТП с жертвами еще год или полтора до решения суда мог продолжать вводить. За нарушение меры предусмотрена ответственность вплоть до заключения под стражу. Указанная мера пресечения исполняется органом уголовной спонтной инспекции, устанавливается на срок от 12 до 12 месяцев по преступлениям небольшой и средней тяжести до 36 месяцев по тяжким и особо тяжким преступлениям.